Как вы уже видите, я немножко прослезилась. Судя от того, как встретили Жанны Белинюка, нас очень, конечно, приятно, но немножко обидно, что мы вернулись все-таки без медалей. Но жизнь на этом не заканчивается. Мы будем работать, будем стремиться, чтобы когда-нибудь тоже принести стране олимпийскую медаль. Это была новая программа, она называлась «Магия». Тоже много оценили людей, звонили, писали, даже там подходили, говорили, что мы были намного сильнее, вышли. Ну и даже для Украины балл, который мы получили, это самый высокий. Мы никогда еще за всю историю синхронного плавания в групповых упражнениях такой высокий балл не получали. Поэтому мы понемножку стремимся наверх, маленькими шагами, но все-таки двигаемся. Мы еще не смотрели на самом деле, если честно, но мне кажется, что некоторые люди сказали, что это был наш самый лучший прогон из всех, которые мы делали. Ну и по ощущениям это тоже было, что такое вау, такое закончилось, и сразу такое облегчение, такое именно хорошее чувство. Поэтому, мне кажется, со стороны это выглядело действительно какой-то магией. Но это новые впечатления. Как сказала ранее Катя, это для синхронного плавания, для группы это первая поездка на Олимпийские игры. До этого у нас раньше ездил, а группа в первый раз. Поэтому новые впечатления. Мы посмотрели, что такое Олимпийская деревня, как относятся спортсмены друг к другу, как это все вообще происходит. Ну, очень понравилось, если честно. Ну, большая деревня, куча людей бегает туда-сюда, ты не успеваешь вообще наблюдать, что происходит. Там столовая работает круглосуточно, там вечно в 12 ночи выйдешь, там кто-то бегает, выходишь, там тоже кто-то бегает. Там бегуны, которые готовятся к своим соревнованиям, они бегают вокруг деревни часами, оббегают тебя, ты создаешь им какие-то препятствия. Ну, в общем, сумасшедший дом полностью творится, но все равно это интересно. Мы вражаем полно, да? Да, конечно, конечно, это же первые Олимпийские игры. Очень хотелось побывать там, мы побывали, запомним. Сувениры, ну, как обычно, кофе, кофе, там футболочки попросили, символика Олимпийских игр обязательно, по мелочи, ничего такого особенного. Там каждый год на протяжении четырех лет, но мы уже ездили, проводились открытый чемпионат Бразилии. И нас туда приглашали, как ведущую команду мира, и мы там как свои, поэтому мы сейчас ехали как к себе домой, только жили немножко вот в другом месте, в Олимпийской деревне. Ну, то есть бассейн у нас уже был как родной, мы уже все там видели, все знали. Ну, это было на самом деле очень как-то неожиданно, потому что он был синий, ну, голубой, прозрачный, потом ты приходишь, он зеленый, ледяной. Мы там, правда, один раз только поплавали, и потом начали все команды жаловаться, и вот они, слава богу, собрались как-то с одного бассейна, перелили воду в другой бассейн, это надо было видеть. Они там шланги, там у них какая-то такая аппаратура стояла, или нет, за ночь с одного бассейна слили воду в другой, и через пару дней он уже стал прозрачным. Можно было хотя бы глазам открыть, потому что эта зелена просто пугала, если честно, переживали за свое выступление, если бы оно так осталось. Мы как бы добились этого сами, благодаря нашим тренерам, конечно, большое спасибо им за это, и это очень престижно быть одной из ведущих команд в мире.